Слава нашему Господу! Часы не ждут нас, и мы должны начинать. Слава Господу! Мы снова перед Господом, мы снова в Доме Божьем, и будем поклоняться Ему. Аминь! Будем благодарить за то, что до сих пор в этот период Он помог нам, и мы собрались, и всегда молились. Слава нашему Господу! Псалом 99. Тут написаны такие слова. «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите перед лицом Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народа и овцы паства Его. Водите во врата Его со слабособием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его во век, и истинно Его в род и в род». Слава нашему Господу! Воистину, так как тут написано, так как будто Давид написал про нас. И мы знаем, что раньше Он говорил про израильского народа. Сегодняшний день от «мы» не имеет разницы, израиль, тяги или мы. Христос объединил нас. Всех мы одинаковы перед Господом. Важно, если мы служим нашему Господу. И Давид призывает нас служить Господу с весельем, служить Господу с радостью, так как мы имеем надежду, с такой радостью, что Бог спас нас и будет завтра с нами, послезавтра и на каждый день. Дал нам надежду. Слава нашему Господу! Давайте поднимемся и призываем имя Его на этом месте, сегодня, чтобы Он руководил, чтобы Он принимал наши молитвы, поклонения наши, чтобы Он благословил тех, которые дома остались. И за все молитвы, которые будем молиться, чтобы Он услышал и дал нам ответ. Молимся! Господи, слава тебе! Обличаю тебя, Господи! Благодарю тебя! И у нас прекрасный день восходится в Христосов. Слава тебе, Господи, слава! Господи, благословися жизни, Господи, с весной дорогой Господь! Благодарю Господь за то, что ты плавил нас, Господи! Через все, Господи, Сусть Христос, нас сам из-божитых, Господи! Благодарю вас! Благодарю вас! Благодарю вы! Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 1127 Дни пришли снова, Сохрались мы все, Слово доброе слово, Ободрить любя, Так за днями дни пройдут, Как легкий дым, Все пройдет и горе, И радость вместе с ним. И когда вернется снова весна, Все мы соберемся, Улов Христа, И когда не будем годы считать, И не будем страдать, И когда вернется снова весна, Все мы соберемся, Улов Христа, И тогда не будем годы считать, И не будем страдать. Сколько дней ты будешь Радости иметь, Сколько дней ты будешь В горести скорбе, Мы не знаем только Будь со Христом, И когда не всегда, Всегда боли со злом, И когда вернется снова весна, С нею мы соберемся в улов Христа, И тогда не будем плоды считать, И не будем страдать. И тогда вернется снова весна, С нею мы соберемся в улов Христа, И тогда не будем плоды считать, И не будем страдать. Сколько зла на свете, но ты добрый путь, Людям принеси тепла хотя чуть-чуть, Расцветут прекрасные на пути цветы, И расскажут все о благости они. И тогда вернется снова весна, С нею мы соберемся в улов Христа, И тогда не будем плоды считать, И не будем страдать. С нею мы соберемся в улов Христа, И тогда не будем плоды считать, И не будем страдать. С нею мы соберемся в улов Христа, И тогда не будем страдать. С нею мы соберемся в улов Христа, И тогда не будем страдать. Все прелесть мира не дала душе Пока счастья не нашел нигде Только в тебе, только в тебе Христос с тобой, я жизнь пройду В славах твоих, какой дарил Твой подвесник пути моих Он приведет небесный дом Народа счастья, что ведет к тебе Идет через море, словно мир в борьбе И если даже я нашу твой путь Ты руку дашь, когда в петлю Христос с тобой, я жизнь пройду В славах твоих покой найду Твой подвесник пути моих Он приведет небесный дом Некде в небе, что дает покой С роды, которой не найдешь любовь С мир жизни порчет Только во Христе Любви полноте Дальше во мне Христос с тобой, я жизнь пройду В славах твоих покой найду В славах твоих покой найду Твой подвесник пути моих Он приведет небесный дом Ты придет небесный дом Он приведет небесный дом Он придет небесный дом Он придет небесный дом Слава нашему Господу, только с Божьей помощью, только Он приведет нас там на небесах, где наш дом. Я хочу и призываю вас молиться за одного человека, который вы недавно видели в фотографии этого человека с нашего города, который сейчас в реабилитации. И мы обещали, что будем молиться, потому что брат Мирча, который руководит, говорит, только Бог может поменять. Человек 28 лет подряд пил в этом состоянии, в этой одержимости. И мы понимаем, что нет выхода после столько лет, он будет возвращаться, может кто-то так думает. Дьявол этого ждет, чтобы он скоро возвращался, чтобы снова искушал. Но мы имеем надежду. И тут, как написано, хочу прочитать пару стихов, где написано, что только человек может поменять полностью, только Бог может поменять полностью жизнь человека. И мы в этом верим, мы будем молиться. И наши молитвы имеют силы, молитвы Церкви. И не только сегодня, но каждое воскресенье, дома также молитесь, чтобы Бог именно спас, спас его. Человек всего имеет 45 лет, из которого 28 лет пил просто, и не имеет надежды наперед, не имеет будущее. 45 лет только, поэтому будем молиться. Пятая глава Иова, 7-й стих, Иов начинает так, когда он был в страдании. Написано, что человек рождается на страдании, как искра, чтобы устремляться вверх. Но я к Богу обратился бы, предал бы дело моего Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные, без числа. Дает дождь на лицо земли и посылает воды на лицо полей. Униженных поставляет на высоту, и сятующих возносится во спасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Он уловляет мудрецов их желкавством, и совет хитрых становится отщепленным. Днем они встречают Му, и в полдень ходят ощутлю, как мочу. Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителя не отвергает. Слава нашему Господу! Будем молиться. Вы поняли, за что, да? Именно будем молиться за этого человека, чтобы Бог поменял, помог, руководил его в жизни. Помогу полностью оставить все эти похоти, вкусы, и не знаю, привязанность, все это через Духа Святого, чтобы Дух Святой поменял, и появилась надежда на жизнь. Чтобы был тут в нашем церкви, членом церкви, и Бог творил чудеса. Помилуйся Божией, это все возможно. Поэтому молимся именно за Него. Господи! Господи! Продолжение следует... 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 Держи меня, чтоб мне не упасть Еще осталось ведь совсем немного Еще чуть-чуть осталось нам шаг Хоть узок путь, но освещал Иисуса, омыт при чистой кровью Святой, и потому нам легче с ними тихи Ведь Сам Господь ведет нас впереди Ты очень сам веди меня тропою Держи меня, чтоб мне не упасть Еще осталось ведь совсем немного Еще чуть-чуть осталось нам шаг Ты очень сам веди меня тропою Держи меня, чтоб мне не упасть Еще осталось ведь совсем немного Еще чуть-чуть осталось нам шаг Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Мы решили, и это решили правильно Прийти в дом Божьего, помолиться Поклониться нашему Господу и Богу Который беспокоится, который обеспечивает нас Который хранит нас И знаете, если бы каждый из нас вспомнили эти моменты, сколько раз нас Бог хранил, то мы, наверное, бы целый день сидели бы на камине Благовиды. Просто мы не несем учет, знаете, когда-то Бог показывал разные примеры, когда цари вели вот эти вот книги о воспоминаниях, да. И они, вот как про Мартахея, да, мы находим, написано, что он царя, как бы, есть тот, который увидел вот это вот, на него покушение, и он, заговор, да, заговор, и он, как бы, открыл это царю, и потом царь через несколько времени, да, он посмотрел вот эту книгу о воспоминаниях, вспомнил о нем, и сказал, вот этот человек мне спас жизнь, и я хочу его почтить. Знаете, его велико почтил царь, слава Господу. Мы должны научиться, не как народ еврейский, который ходил по пустыне, ротать все время, все время негодовать, но мы должны больше, чтобы благодарить и славить Бога, ибо в славе, в слабословии, где присутствие Божьей приходит, так или нет? Когда мы благодарны сердце, когда мы имеем огонь в груди, когда мы имеем Духа Святого, когда мы имеем то благодарение, и когда мы всегда благодарны Господству, который слышит такую мольбу, потому что сердце, оно не ропшит, оно есть благодарное. Бог хочет пребывать в таком сердце, которое смиренно, благодарно, и которое принимает от Бога все блага. Хотим сегодня поговорить над одной темой, очень такой актуальной, и я немножко, кто на молитве был, задевал вот эти моменты, Но сегодня хочется вместе с вами еще порассуждать в ними, а именно о силе слов и не обустанном языке. Порою у нас бывает такое, что язык наш говорит, ну, можно сказать, не говорит всякие любые мирские слова, но не говорит все равно какие-то противоречия Слова Божьего. А когда мы говорим противоречия Слова Божьего, то Дух смерти или Лукавый, Он хочет, чтобы нас связать этими словами, и не давать нам простора, не давать нам победы в жизни. Поэтому каждый дат будет внимательным. Почему? Потому что давайте мы посмотрим притчи, 18 глава, 21 стих. Не могла на экране. Открываем все притчи, 18 глава, 21 стих, где говорятся такие слова. Смерть и жизнь во власти языка, и любящий его вкусят от плодов его. Смотрите, насколько сильный этот текст, и это, знаете, не просто так написано, чтобы мы, знаете, прочитали, и как-то... Ну, смерть и жизнь во власти языка. Ну, любящий его вкусят от плодов его. Ну и что? Ну, смотрите, тут очень большое влияние имеет каждое слово в нашей жизни. Нам кажется, что, знаете, то, что мы говорим, это никто не ведет учу, никто ничто не смотрит за это. Это, знаете, порой даже мысли наши, что проверены, да, Богом, Бог знает, даже еще не пришла наша мысль, даже на языке еще нету слова, Бог уже ее знает полностью. Да или нет, написано? Потому Господь есть тот, который все знает, все проникает в всякие глубины. Написано слово Божье, оно будет до утра, и это разделяет уставы и мозгов, да или нет, и от души, и духа. И хочется сегодня поразмышлять над этим смерть и жизнь во власти языка, и любящий его вкусит от плодов его. И кто-то скажет, ну, подтверждение какое-то есть в Библии, если к этому еще, ну, какой-то истории или что, конечно, есть. Давайте мы вспомним, просто не будем открывать, потому что много времени займет в царстве, где Давид, да, должен был уже вот-вот быть на царство поставлен. И он со своими братьями и с воинами, которые стерег некоторого одного человека, пастбище овец. Это было пастбище Навала. Знаете такого? Слышали о том, Навала? И когда однажды он нуждался в пище, чтобы накормить его, и он, сам Давид, говорит, узнал, что он стрижет овец, говорит, дай нам что-то покушать для моих воин, потому что мы стерегли, да, твоих нападков, других и все, мы стерегли твои овцы. На что Навал ответил ему очень грубо и сказал, что сейчас многие такие беглецы, которые умирают от Господ своих, да? И Давид, мы видим, сильно вцепился за эти что? Слова. Скажите, если бы не жена Навала, был бы жив еще Навал? В то время, нет, он бы не был жив. Но, смотрите, какое, и тут есть подтверждение того, что смерть и жизнь во власти языка. Мы должны давать отчет, что мы говорим, когда говорим, и Бог есть тот, который следит за этим в первую очередь. И духовный мир, он тоже есть тот, который смотрит на то, что мы говорим, на то, что как мы, какая реакция у нас, да? И что мы делаем? И тут написано, что смерть и жизнь во власти языка. И любящий его вкусит от водов его. То есть то, что мы будем своим языком говорить в свою жизнь, то и мы порой будем пожинать. И мы видим эту вот, да, картину, которую я изложил, что Навал бы крепко было ему, да, досталось бы от воинов и Давида, но, слава Богу, за премудрость кого? У Абигейла, да, что она, Абигейль, да, Абигейль по-русски, да, она как бы стала, прообраз этот, как говорится, хататой, да, и она говорит, ну, прости его, какое у него имя такое, говорится, да, у него на языке он такой самый. И поэтому каждый из нас догадает отчет, что мы говорим, потому что смерть и жизнь во власти языка. И это не просто для красивых слов сказано в Писании, не просто, чтобы, знаете, к тексту написать что-то, чтобы было поярче, по красивее. Все больше и больше Божий побуждает говорить об этой теме, потому что многие говорят разные слова. Давайте мы еще посмотрим, может, скажем, это для Ветхого Завета, кто-то скажет, знаете, если в Ветхом Завете, то это только для Ветхого Завета, скажем. Давайте посмотрим, что же говорил наш Господь Иисус об этом, в таком же мышлении, в таком же русском. Матвея, 12 глава, 36 по 37 стих. Говорит так, говорю же вам, что за каждое, за что-то всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих остудишься. Смотрите, видите, аналогичные слова, аналогичные мысли, которые передает Господь Иисус. Если бы это было в притче, знаете, написано, смерть во власти, то как-то, знаешь, не было бы рассмотрения. Но когда сам Иисус приходит и подтверждает эти слова, и говорит, что мы внимательно, вот за всякие слова мы будем давать отчет, то мы должны быть внимательны. Мы должны быть внимательны. И кто-то скажет, брат, ты нас как-то загоняешь в угол, что нам совсем не говорить тогда. Где-то, знаете, Яков просто остерегает нас и много раз говорит, да, что... те люди, которые, что могут обуздать свой язык, могут управлять всем телом своим. То есть, они становятся люди совершенными. Потому что очень важно вот эта связь с головой, с языком. Очень важно. Почему? Господь Иисус, который дальше говорит, что... 15 главе, давайте мы прочитаем. Матфея, 15 глава, 11 стих, потом 17-18. Не то, что входит в груста, оскверняя человека, но то, что приходит Иисус, оскверняя человека. Еще линия, понимаете, что все входящее груста проходит в чреву и извергается вон. А исходящее Иисус из сердца исходит, сие оскверняет человека. Видите, какая большая связь через это все, через слово. Знаете, почему-то мне вот вспоминается Бог, сделал нас по образу подобной Божьей. И вот не зря Он так сделал. И не зря в нас вложил язык, который разговаривает, который имеет общение. Он почему-то не захотел поставить эту общительность кому? Ну, другим животным, скажем там. Но Он сделал нас, надарил этим, чтобы мы могли общаться. Чтобы мы могли черпать от кого? От Его премудрости, чтобы говорить нашу жизнь благословения, которые Он говорит сам о нас. И вспоминаем, давайте, те подтверждения, когда Он говорит Моисею, так благословляйте, как сынов ваших. Так или нет? Так написано там? Так благословляйте, как сынов ваших. И так говорит, да, обратиться в Иисус Твоё, так и дальше. И смотрите, Бог говорит хорошие вещи в нашей жизни, благословляя хорошими вещами в нашу жизнь. А мы порою говорим на детей наших, ой, бедненький, бедненький. Вы знаете, что вы вносите это? Вы вносите ограничения, чтобы Он не вырос и не был обогащаемым Богом. Вы вносите какие-то преграды. И лукавый за это хватается. И вас связывает, вашим милейшим языком. И потом смотришь, почему, ну, как бы, вроде бы было у него потенциал, да, чтобы он поднялся, чтобы он что-то имел. Но смотрим, как-то жизнь не удалась. Мы пожинаем то, что мы говорим в нашей жизни. Говорится, от избытка сердца говорят устало. Видите-ка, всё взаимосвязано. И мы порой не даём отчёт. И вот как-то у нас братья говорили, говорили, что вот многие говорят ещё в свою жизнь такие слова, ничего себе. Да, вот удивление такое, ничего себе. Вы говорите себе, чтобы тебе не было того. Да, ты удивляешься, это прекрасно, у брата есть такое, или у сестры что-то прекрасное. А почему ты же себе не желаешь этого? Почему ты не благословляешь? Господи, ты благословил её. Что, твоя радость разве уменьшилась? И не она уже не на весь народ? Или ты как-то лицеприятен? Или ты благословил только одного, дитя твоего? Он хочет благословлять весь народ. Он хочет благословить всю церковь. И поэтому мы не должны ставить препятствия перед Богом. А наоборот, говорим, Господи, ты извил благословение, ты дал нам благословение, чтобы жить в благочестии и жить на земле этой прекрасной. И чтобы мы, что, как земля наполнена, да, и всё, земля и небеса Божьей, Господа, то Он есть тот, который хочет нас благословить. И поэтому каждый из нас, мы будем проговаривать те слова, которые Бога нас хочет. И Бог говорит, что вы богатые, что вы, я не счал, чтобы вас сделать богатым. Поэтому я не говорю тут про цветание. Я говорю о том, что мы обогащены, во-первых, в Слове, в Духе Божьем, в премудрости, в любви, в силе, в Его наполнении, в Его победе, которое Он в сражении принёс на Голдовском гресте. И также за благо материальное. И, конечно, как мы будем свидетельствовать миру всему, делать евангелизацию, если у нас не хватает за газ заплатить? Как мы можем это делать? Когда мы ропчим всё время, когда мы что-то говорим не так, 30-й, помните, еврейский народ тоже выходил из египетского рабства. И роптали на пути своём. Говорили, что то не так, то, то мяса нету, то ещё что-то. Мы там лучше вели жизнь, образ жизни. Хотя бы не тут были свободны. И все они были те, которые вышли со своими семьями и уже не работали так усердно. Помните, когда уже выводил их, там на них ещё больше возлагалось гнётом. А тут они вышли, отдыхали и просто поклонялись Богу. Вышли в пустыню. Да, Бог их учил в вере, в вере ходить, пребывать в вере, доверие Богу, да. И иногда им опаздывал, да, так скажем, хлебом тем или манной тем небесной. Иногда опаздывал этим водичкой, чтобы увидеть их реакцию, чтобы их сформировать. Так или нет? Как мы иногда, родители, поступаем с ребёнком нашим. А если у него есть работа, я сам буду делать. Не-не, мы даём ему. Давай понемножку, давай, делай, делай. Вот так ты там подмети, а ты там постучи. Вот надо двойц забить, надо доз делать, надо шурповёртом поработать или с чем-то. И мы есть те, которые что, подталкиваем детей наших, да, чтобы они и шли. Когда рост происходит у человека? Когда он что, не просто кушает и спит? А когда он растёт и развивается, так? Так и в духовном. Мы должны что, принимать? У нас уже есть все благословения. Власть в имени Иисуса Христа. Но мы должны принимать, научиться принимать, что мы есть уже дети Божьи. Уже не будем, не когда-то придёт, но уже Дух Божий уже спустился в все благоволения Божьи на нас и в силе. Поэтому каждый из нас, он уже благословён Богом. Нам нужно научиться принимать от Бога. Нам нужно становиться тем, который мы есть. И падал, говорит, я есть Той, кто я есть благодаря Тому. Благодати Божьей Богу, который нашёл в меня первый грешник из всех, которые были, да, самым великим. И мы говорили о том, что то, что выходит из уст, оно оскверняет человека. И я думаю, если он так, оно оскверняет. Давайте мы подумаем так. Разве, чтобы убить человека, надо его действительно ножом вернуть? Или его можно просто обидеть серьёзно так? Или сказать ему, допустим, диагноз какой-то, как врачи, да, улаяют людей сразу такой диагноз. У тебя рак там или ещё что-то? Не знаю, что. Человеку больше ничего не надо. Его же и жизни не хочется. Потому что уже ему такое демонстирование, понимаете? Но давайте мы будем говорить так. Когда что-то будет в нашу жизнь говорить от кого? От Голиафа, да, скажем так, в кавычки, от Голиафа этой жизни. Или от голоса Духа Смерти мы будем говорить. Я буду слушать Духа Жизни, который во мне. Который Бог, который благословляющий. Я не буду слушать, какой диагноз ты мне ставишь. Я буду слушать, какой диагноз мне Господь поставил. И Господь сказал, что я здоров во имя Иисуса. И благодарение Ему за то, что мы имеем здоровье. И знаете, если мы будем внимать в ягнусу Божию, или то, что говорит Бог, будем преклонять ухо своё к чему? К голосу Божьему, то мы будем всегда ходить с Богом. И Бог сказал, да, вы будете иметь скорби в этой жизни. Но мужайтесь, ибо я победил. Почему мужайтесь? Мужайтесь, потому что у меня есть победа. Мужайтесь, приходите ко мне. Мне дана власть над чем? Над неба и землёй, так и мне? И у меня вся власть. И всё имя, всякое имя преклонилось передо мною. Другими словами, какая бы ни болезнь, какая бы там атака, какая бы не знаю что, всё преклонилось перед Господом Иисусом. Если всё, значит всё, ничего не осталось непреклонённым. И мы должны, как дети Его, так же самопокоряться, вере и послушание Ему. Говорили об Якове, и вот Яков 3 глава, 2 стих говорит так. «Ибо всем мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, то есть через язык свой, тот человек совершенный, могущий обуздать и всё тело». Но кто-то скажет, «А как же нам усмирить вот этот язык без костряда?» И дальше Яков говорит такие моменты, также продолжение 4 и 5 стих. «Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулём направляется, куда хочет кончить. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотрим небольшую, посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает». И снова Яков нам говорит о том, что наш язык, он может говорить, да, но, смотрите, еще он подчеркивает, что какой он бы не велик, да, в какой бы корабль, какой человек бы не большой, да, в прообразе сказан корабль, какой бы человек не обладал, какой бы он власть не был, но он что, по вкусу корнчего направляет. А кто этот ведущий корнчий? Это Я с вами. Или Я к тому подчинён, другими словами сказано, если глубже смотреть, да. Каждый из нас мы что-то берём из Царства или Света, или Царства Тьмы и вносим в нашу жизнь. И мы говорим устами своими. И когда мы говорим, то мы что, мы можем, или когда приходят эти мысли, чтобы сказать, мы имеем что, эту право, как корнчий, не говорить всё, что попало. Но то, что мы, что решаем это сказать. Кто-то говорит, ой, у меня вырвалось как-то. Ой, у меня там такая глупость, я сказал. Знаете, то, что закладено в сердце, от избытка сердца, и выносится. Если бы ты закладал, если бы ты ставил больше Слова Божьего, если бы ты запасся больше, да, вот этими Божьими словами, Божьими речами, благословениями Божьими, то мы бы, что, нам проклятие благословляли в ответ. И если бы нам кто-то плохое сделал, то мы говорили, Господи, сменуйся, прости его, чтобы они знали, что сказали, или благослови его. Пускай он будет вразумён тобой. И каждый из нас, мы можем либо, что, этим языком зажечь что-то, да, чтобы оно горело, либо мы можем, что, сделать так, чтобы потухло всё, так или нет? Кто-то говорил, когда там уже напряжение, и такой большой уже огонь горит, не надо приходить и огнём ещё поливать, или тем средством, которые, наоборот, воспламеняют, а наоборот, надо, что, водички, да, принести, или мудростью слов утихонили. Дать понять, что конфликт не должен разрешаться так, потому что, если больше огня, то пойдёт уже и на рукопашную, и дальше. Поэтому каждый из нас, да, будет внимательнее к тем словам, которые говорим. И к другим словам говорит Господь, что наши слова должны быть приправлены, как солью, так или нет? Дай Бог, чтобы у нас это была соль, это Божия, и с этим привкусом Божьим, который нас вдохновляет, и мы других можем подбодрить, других можем укрепить и поддержать. Как говорили, смерть и жизнь во власти языка. И давайте мы поразмыслим ещё одним примером, таким просто обыденным. Если мы, допустим, встаём с утра, и мы говорим, о, какой тяжёлый день, всё у меня, всё время, всё вечно у меня падает с рук, всё я роняю, всё я какой-то неуглюжий, на себя его такое говорю, и жена не так падала, и то, не то, и всё не то, и мы общим. И знаете, а другой встаёт и говорит, какой благословенный Богом день. Сегодня с Богом я много успею, потому что Он даёт мне, как, побеждать, Он мне даёт успех в жизни моей, Он даёт успех в моих рукоизделиях, что я делаю, к чему прикасаюсь, Он благословляет. Как написано для народа Божьего? Конечно так, аминь, потому мы благословены Богом, и мы должны это в нашу жизнь благословлять. Знаете, слова не имеют вес, они имеют вес в жизни нашей. И как вы думаете, какой человек, и как пожнёт? Я думаю, что первый человек, который говорил, о, какой тяжёлый день, он, наверное, и от жены, может быть, в лучшем случае промолчит, умная жена, но другая, когда я мискаю, может и сковородку показать. Поэтому другие, мы должны внимательно смотреть за своими словами, и должны быть те, которые благословляют. Наоборот, да, даже если увидели какой-то минус, ну, давайте мы сами в себе порассудим, неужели мы без минусов, неужели мы этого, но мы имеем, что Бога внутри нас, и Он даёт нам мудрость, как нам извлекать все эти минусы, чтобы каждый раз мы могли быть приправлены вот этой соли, и этим духовным качеством, которые есть смирение, да, долготерпение, есть любовь, есть радость, мир, кротость, воздержание, да, это те качества, которые должны быть в нас, и они, самые большие проявляются через что? Через наше общение, через наш язык. Порою нам не надо много сделать, но если брата, как говорится, в нужный момент вставишь свое слово, и подкрепишь его, он как будто окрелённый идёт, он как будто подпадренный, он идёт, как будто несущий ветер у него, и поэтому каждый из нас, мы можем быть теми, кто руководит людей, да, мы как те, которые руководящие, как пастыря, которые мы можем руководить слепого в жизнь вечную, или тех, кто не знает Бога в жизнь вечную, через наше даже общение. Римлянам 10 глава 8-9 стих говорит так, но что говорит Писание? Римлянам 10 глава 8-9 стих, но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоём, то есть слово веры, которое проповедовал. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа, и сердцем твоим веровать, чтобы Бог воскресил его земной, то спасёшься. Смотрите, если сам Господь через благовествие или через словами передал нам жизнь вечную, через благовествие Евангелия мы получили что? Доступ или приход к Господу Иисуса тем, что мы сначала услышали, вера от чего? Отслышание, так или нет? Отслышание от слова Божьего. И мы услышали эти слова. Если Бог поставил такой акцент на слова, то как мы должны тоже смотреть за своими словами и устами? Что мы говорим? И Бог говорит, что это слово веры, которое было проповедовано вам. Если вы ставите дальше, говорит, в устами, исповедуйте, исповедуйте Иисуса Господом. Исповедуйте, это значит говорить в свою жизнь. Иисус мой Господь, Он есть Царь на моей жизни, Он есть Тот, Который избавил меня, кровью омыл, и Он есть Тот, Который воскресший из мертвых, потому что Бог Отец воскресил его из мертвых. И Тот, говорит, человек, Который говорит это в свою жизнь, и Который словами, и потом эти слова приходят в действие, потому что слова проникают в нас. верою мы пускаем в сердце, и когда мы пропускаем в сердце, начинается действие веры, мы начинаем работать с этим словом, мы начинаем двигаться, начинает нас слово Божие менять. И когда Господь заходит в наше сердце, и однажды у нас приходит просветление, я говорю, что Он Господь в моей жизни, а почему я еще здесь? А почему я тут, где мне скоя? А почему я еще здесь? И знаете, вот это слово начинает работать с нами. И тогда ты говоришь, так Иисус, Господь над моей жизнью. И эта весомость, это просто, не просто сказано для красивых слов, чтобы мы говорили, о Господь. Знаете, как мытарь и фарисей пришли, Господь, я не такой, как тот мытарь, который идет там, или то делает, знаете, мы не должны вот это делать, мы должны осознавать всю тяжесть этих слов. Если Иисус Господь, Он Господь над всяким, что имение мое, что у меня есть, все, все, что в моих руках, Иисус Господь, и Он над моим, даже душою, и духом, и делом, так или нет, все принадлежит Ему. Поэтому мы должны отдаваться Ему, чтобы нам освободиться. Почему? Пока мы будем ведомы с Собою, или мы будем господствовать над своей жизнью, пока я буду господствовать над своей жизнью, то мы не сможем преобладать. Мы не сможем с грехом побороться, потому что у нас силы нет. Но когда мы разрешили Господу это делать через нас, Слово Божьему, чтобы она все больше, чем больше, как говорится, тем больше цвет, тем меньше тьмы. Тем больше Слово Божие в нас, тем меньше тьмы. И мы можем что, становиться все больше, ярче, чтобы слава Божия через нас что, проявлялась. Вы этого хотите? Я этого хочу. Чтобы Бог проявлялся через мою жизнь. И чтобы каждый, кто говорил, вот этот Сын Божий, действительно, вот этот вот по жизни своей, Он делами и поступками, Он словами своими, Он говорит то, что есть в Писании. Я хочу, чтобы Вы мне так говорили. Когда, не знаю, когда будет кончина дней моих, когда Бог назначил, но я хочу, чтобы меня говорили так. Это истинный человек, который провозглашал имя Божие, не боясь нигде, что об нем скажут, что подумает о нем. Он говорил истину Божию и делал, поступал, как велел Господь. Аминь. Пускай Бог нас укрепит и благословит в этом. И Бог да укрепит каждого, потому что Он уже излил на нас, Духа Приминдерси, Духа Силы, Духа не рабства этого мира, но Духа Силы при мудрости и любви. Так? Аминь. Да, будет так. Давайте мы приклонимся и помолимся Богу и скажем, Господь, руководи, Ты, как Господь, руководи моей жизнью, чтобы через меня Ты являлся Богом. Аминь. Слава Тебе, я прославлюсь Слава Тебе, я прославлюсь с Данцем, что ты не оставляешь нас, что ты есть тот, который Господи случился для нас, что ты стал тогда Твоим, Господь, и ты благословил, Господи, жизнь наша, ты направил на Господь, ты дал нам с Богослови, чтобы мы могли, Господи, провозглашать Слово Твоё, чтобы мы провозглашали, Господи, благословение жизни, то, что Ты хочешь, Господи, чтобы мы имели жизнь, и жизнь избытком, Господи. К Тебе я с вами благодарю Господь, за Духом и мудростью благодарю Господу, благодарю Господу, благодарю Господу, благослови Господу. Для нас, глушевого arkadaşlar, я хочу, чтобы они, Господи, приrai медилом и заполнялись, чтобы наполнены яркие «Звязь Твои» в Твой столовой push Igboа. В Тую fried wheel, Господи,imoto Agora, благослови Господи, чтобы через нас, Господи, чтобы рассосновали Господь этой вечности Господа. Во смерти, жизни, на басти и запас. Господи, нам один следить за своим這個actions, следить за ходом мысли Господи, чтобы мы не давали мне стомaufанному Господи, Но чтобы мы, Господь, от испытка и от пыток был Ты, Господь. Чтобы мы говорили, Господи, чтобы мы просмотрели Игорь Твоё. Мы благодарим Тебя, Господи, кто Ты есть, от которой просишь на Бог, где мы неправы были, Господи, где мы, Господи, отценили, Господи. Разрушь всякое слово, которое было против Слова Твоего, сказано, Господи. Во имя Иисуса, ты молишь Тебя, Господи, освобождая истинно Тебе, Господи. Благослови, Господи, пускай семя это, Господи, упадет в тупую почерность и принесет плода, Господи, для Царства Своего. И каждый, Господи, добудет бодрость Твоей, Господи, дар Твоей беды, Господи. И вот Ты сказал, что Бог Твои совершенство, совершенный человек, слава Тебе, обудущее все тело. Благодарю Тебя, Господи. Благодарю Тебя за то, что Ты дал Духа преподрости, Духа обогащения, который нас обогатил в Тебе. Слава Тебе, Господи. Благодарю Тебя, Господи. Ты добрый, милостивый Бог, но Ты хочешь направляться в Тебе на Твои благодоления. Благодарю Тебя, Господи. Ты благ, Господи. И все пути Твои, Господи, они тверды. И Господи, слава Тебя, Господи. Мы не покорбаемся, Господи, мы не упадем на Тебя. И Слава Тебе, благодарю Тебя. Слава Тебя, благороди Тебя, Господи, что Ты есть Тот, который нас предел, и только и нас поднял и дал нам жизнь чувствовать. Благодарю, Иисус. И Тебя, Господи, Тебе мы умеровали. И Тебя, на Тебя мы прилагаем все, Господи, потому что Ты, если ты управляешься, И дальше ты хочешь, чтобы ты внесел, Господи, каждый день все больше света в нас, чтобы мы были, Господи, те, которые несли Твою славу в этот мир. Поэтому, Господи, каждый из нас добудет этим ухудом, наполнен тобою, Господь. Помоги каждому, Господи, благослови, Господь, чтобы очиститься, чтобы его внезапно сосуд был наполнен и милеем славы, Твои, Господи. Чтобы изливался, Господи, и народ Божий, Господи, чтобы было благословение, Господи, в везде, и чтобы это прочувствовано было, Господи, каждому, Господи, кто приходящим в этот дом и говорил, что среди вас Господь Бог, живущий, Аллилуйя, благодарим тебя, Иисусе, поэтому прославится имя Твоего, через Сына Твоего, Духа Святого, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава нашему Господу. Пусть Бог вас славит, сестер постарший, он тоже послушает, сестра Света, служит с Золомом, сестра Вериха также. Но пока этого я, пока брат Рома прочитал первый стих с притча, у меня есть такой вопрос на размышление для сестер. Почему? 22 стих, сразу после 21, я прочитаю, 21-22. Смерть и жизнь во власть языка, и любящие его вкуся от плодов его, то нашел добрую жену, то нашел благо и получил благодать от Господа. Почему эти стихи очень близкие, поэтому иногда очень важно знать, когда говорить, когда молчать, и слова имеют сильную силу, тем более поступки. Да, если слова, мы слышали много чего, что слова имеют такую силу, а поступки, если уже, если слова имеют, а уже неправильные поступки, которые мы иногда делаем, какую силу имеют, и как враг имеет уже доступ, и так дальше. Поэтому будем задумываться над этим. Пусть Бог вас славит дальше, сестер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитров А. 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 Я хочу поделиться, и буду делиться только тем, что Дух Святой будет давать. Итак, 4 глава, 7-й, 8-й, 17-й, 18-й стих говорит так. Павел говорит такие слова. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день одный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. И дальше Павел говорит такие слова, 17-го стиха. Господь же пристал мне и укреплял меня, дабы через меня утвердилось благовествие, и услышали все ясышники, и я избавился от львиных челюстей. 18-й стих говорит так. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства Ему слава в веки веков. Аминь. Слава Иисус! Вы знаете, я не знаю, какое сегодня еще есть то злое дело у кого-то. Но Павел говорит, что Он избавит меня от этого для чего? Для того, чтобы я пребывал в Его небесном царстве. Я бы хотел, чтобы мы обратили внимание сегодня к Слову Божию, которое было проповедовано передо мной. Вы знаете, насколько важно то, что было сказано, что Слово имеет силу. Мы не придаем действительному этому значению. Мы привыкли по-человеческому говорить, обсудить, наставить, так как я хочу, да еще ногой тропнуть. Я так сказал или я так сказала? Слушайся. Вы знаете, задается сегодня вопрос. А как Христос поступает ко мне и к тебе? Он тоже так само делает? Он тоже так третно сказал, ногой тропнул, базом указал. Сколько меня через со мной и с тобой Господь? Сколько Господь говорит твоему, моему сердцу, и Слово Его есть истина, и Слово Его есть правдивое, и Он делает свою работу, и Он что-то хочет сделать из себя и с меня. Павел сказал такие слова. Подвигом добрым я подвязался, течению совершил, веру сохранил. Давайте мы посмотрим из того, что было проповедовано предо мной, как я сохраняю веру. Как я сохраняю веру в Иисуса Христа, потому что, имея веру, я имею надежду на жизнь вечную. Аминь. Слава Иисусу Христу, так говорит Слово Божество. Давайте мы раздумаем. Веру я сохраню. Давайте каждый посмотрим свою жизнь. Я сохраню веру в Иисуса Христа. Я Ему послушный. Из моих уст ничего не выходит плохого. В моих мыслях нет ничего плохого. Я есть действительно Тот, Который совершил это течение. Я готовый. И не только Павел говорит, я готовый. Но и все, которые возлюбили явление Иисуса Христа, они будут готовы. Понимаете? Я сегодня рассматриваю нечто, что хочется поделиться с вами. А какая вера должна быть сегодня во мне? Что? Как я должен жить? Вы знаете, сегодня я ожидал много от этой молитвы. Я скажу честно. Я ожидал много от этой молитвы. Я ожидал, что мы действительно придем в покаяние и раскаяние, чтобы сила Господня, она излилась в полноте над мне. И над тебе. Для чего это важно? Давайте немножко порассмыслим. Если я разрешал выпускать слово из моих уст плохое. Скажите, пожалуйста, оно пошло в действие? Оно пошло в действие мне? Слово я и села? Скажите, пожалуйста, легко выпустить? Помните, как один брат, сестра, одного служителя, разнесла очень хорошую молву, что ему, наверное, стыдно было зайти в церковь, но пришел. И тогда сестра приходит, брат, прости меня, прощаю, принеси подушку. Она принесла подушку, спила, он взял, разрезал эту всю подушку. Собери все передо одного. Брат, это невозможно уже. Собери. А теперь давайте мы посмотрим, заглядем немножко, раз так Господь сегодня ведет. Давайте мы посмотрим сегодня, какое наше состояние в Духовом мире. Мы сказали, мы не покаялись, мы не отреклись, и мы живем, мы сказали, Господи, так, прости, а я так, случайно. Но кто-то за этим словом уже стоит. Я рассказывал, например, это рассказывал Виктор Курлантов. Я буду свидетельствовать на тех свидетельствах, которые говорили братья. Семья. Отец, мать верующие, дети верующие. Дочка 16 лет. Все ходили в церковь, все нормально, служили, радовались, имели, благодать домик. И один момент дочка говорит утром, я не иду в церковь, у меня в воскресное служение. Ну, заболел. Ладно. Приходят домой, смотрят. У нее музыка. Или еще какая? Такая музыка. Она сделала из себя... Извините, я спройду так есть. Чучело сделала. Мысли поменялись полностью у нее. Отец и мать заходят и думают, что это случилось. Почему вот так? Почему? Вы знаете, долгое было решение, долгие были посты, молитвы, потому что они в своей жизни, может, коррект, перебрали все, что возможно было. И пришло однажды на ум маме этой, что когда-то она пришла с пелки, была репетиция, и она немножко задержалась, знаете как, поговорили, помолились, пообщались. Им пришла домой, и мама сказала так, чтобы и с тобой так было, так, как ты сделала сегодня со мной. Верующая женщина. Верующая женщина. И вы знаете, когда это слово упало? Не на нее, а на ее дочку. И она говорит, вспомнила это, и говорит, а может это проблема? И давай к маме. Мама была живая. Приходит к маме и говорит, мама, вот было, помнишь, так и так. Она говорит, не помню. А ты не хотела бы покаяться и тречься от тех слов, о которых ты сказала? Она стала, покаялась, отреклась от своих слов. И они приехали домой, увидели эту дочку в нормальном положении. Она спросила, что со мной было? Братья и сестры. Сказал один царь, говорит, так будет благо мне в моей жизни, а что будет детям, правнукам, внукам, это ихняя проблема. Не делай так, не шути со своей душой. Веру сохранил, говорит Павел. Какая вера у нас сегодня сохраняется? Насколько наш источник, этот чист, насколько этот источник наш чист. Вы знаете, насколько важно сегодня мы проповедуем Иисуса Христа Роспятого, мы проповедуем Иисуса Христа Госкресшего и вновь глядующего. Мы ждем Иисуса Христа Господа нашего и написано, что придет Господь, но найдет ли хлеб на столе, воду в доме. Веру. Значит, вера нужна? А какая вера нам нужна? Чистая, святая, да? Вы знаете, насколько важно сегодня я смотрю, сегодня на каждого из нас, в первую очередь на себя смотрю. Что хочет Господь от меня? Он хочет видеть меня действительно верно. А я задал тебе вопрос. А тебе не надоело играть в веру? Играть. Если человек тот, который стоит твердо в вере, он исполняет волю Господина своего. А тот, который играет, понимаете, это как игра. Поиграл, поиграл, ну все нормально, я теперь пошел. Господь много раз открывает такие вещи. Кто-то заходит в дом Божий, подевает одежду правильности, выходит из дома, одежду вешает на крючок и пошел дальше своей жизнью. Скажите, пожалуйста, а кого такой человек обманывает? Себя. Какая тогда верность? Я веру сохранил. Как он может сохранить веру, если за тобой источник отечет вода, та и та? Да не может такого бить. Мы часто сами себя обманываем. И избавит меня Господь от всякого злого дела. Не хочешь ли ты избавиться сегодня от всякого злого дела? Что тебе мешает избавиться? Что тебе сегодня мешает отчиститься и быть в таком положении, которое хочет видеть тебя Господь? Вы знаете, сегодня идет шок очень большой. Большой идет шок по всей земле. Звонят в Америке и спрашивают, вы будете принимать вакцину? Вы будете делать, вы будете то, вы будете то. И вы знаете, сегодня шок идет очень большой, и я задаю сегодня вопрос. Господи, мы сегодня вашими руками говорим нет. А хватает ли веры сказать действительно нет? Или просто здесь, в церкви, я такой сильный был? Я такой сильный, я такой храбрый. Что сегодня течет в твоем, в моем сердце? Чем дух твой сегодня наполненный? Давайте мы посмотрим сегодня в нашу жизнь. Течение совершил, веру сохранил. Если я течение совершил и веру сохранил, значит, я являюсь послушным дитем Господа. Я исполняю его волю полностью. Давайте мы сегодня посмотрим. Тебя Господь насадил где и для чего? И какой плод принес я и ты сегодня Господь? Или жизнь твоя, что принесла Господу? Давайте мы сегодня посмотрим. Есть те неразрешенные проблемы, которые мы разрешили врагу душ человеческих. И он мучает сегодня. Павел говорит. Избавить меня от всякого злого дела. Враг атаковал Павла. Я верю, что и каждого из нас атакует. Может, кого-то и победил. Может, кто-то уже на этой дороге побеждает его сейчас. А может, кто-то против него стал твердой верой, и он убежал от него. Я не знаю. Знает Господь. Но сегодня задается вопрос. Твоя вера, она сохранена в чистоте и святости? Вот сейчас просто звучит труба Господня. Вы знаете, не могу я ее вообразить, не могу представить, но знаю, что труба Господня прекрасно во струбе. И в миг глаза кого-то Господь поднимет. Тот, который сохранен веру. Что вам надо делать? Сколько еще надо мне и тебе времени для того, чтобы сохранить то, что дал Господь. Преупрести все то, что дал Господь. И жить в чистоте и святости. Знаете, сегодня время борьбы. Я не знаю, какая твоя борьба. Ты победитель или ты побежден. Я не знаю. Ты знаешь. Вы знаете, когда смотришь на человека, он постоянно грустный. Постоянно голову пускает в церкви. Я не понимаю человека. Что ты ищешь среди народа Божьего, когда идет в богослужение? Где твой Дух ликующий и прославляющий? Где твоя жизнь во Христе? Вот я не знаю, я не обижаю никого, но я задаю вопрос. Не только вот здесь, но по церквам. Идет богослужение. Кто-то ищет все время чего-то. Я часто наблюдаю и думаю, ну где-то точка. Где она, так что все смотрят в одну точку. Почему? Что там есть? Экран, что-то есть такое. Что такое? Когда полнота Бога, Духа Святого в нас, мы легкоем. Мы радуемся. Мы принимаем то слово, которое проповедуется, потому что мы знаем, что это жизнь. Оно для чего-то делается у нас. Мы порой устаем. А вы знаете, когда мы устаем? Когда врат на садове. Тогда мы устаем. Почему мы устаем? А потому что он заглушает человека и не разрешает столу Божию усиляться в наше сердце. В нашу жизнь. К сожалению, оно так не было. Вспомните, часто было проповедовано, и братом Глазом было сказано. Есть одна царь, церковь, которая изглокит несколько тушь, которые не восквернили свою нежность. Я не говорю чей-то адрес. Но я говорю об одном. Я хочу, чтобы мы все, не только мы, этот весь Бог, весь Он решал, не восквернил своих овечений. Но мы имели жизнь и жизнь вечную. Братья и сестры, сегодня время, оно благоприятное и для каждого из нас. Понимаете, Павел нечто совершил. Он что-то сделал и сказал, что теперь его ожидает нечто. Твоя трудность, вот она Христовна. Твоя вера, она возросла даже в трудностях. Даже бывает такое, что человек пал, какой-то грех, падение, и начинает убегать от Господа, задается вопрос, почему? Блодный сын уходил, 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 но пришло время, он вспомнил, он возвратился. Что сегодня ожидает у нас? А я вам скажу то, что ожидает. Претерпевший до конца получи спасения. Это просто, понимаете, что? Это просто. Насколько важно, я так смотрю для себя. Не говорю, что это ладость. Вот приходит время, а я немножко расслабился. А кто-то говорит, брат Егор, ну подержи мне умолитесь. А я начинаю сразу заикаться. А я не готовлю, брат Егор. Я не готовлю. Вы знаете, часто задаю себе вопрос. Господи, почему ты так делаешь? Когда я не готов, ты тогда начинаешь кого-то посылать. Почему? Подвигом добрым я подвязался. Течение совершил и веру сохранил. Если мы находимся в импостоянстве. Одна сестра говорила такие слова, я помню прекрасно. Была одна проблема, и Господь помог ей освободиться. И она аж начала ликовать и пледы, и говорит, я свободна. И вы знаете, лицо ее так преобразилось, что я думал, Господи, она сейчас взлетит. Она кричала, я свободна. Вы знаете, когда мы свободны, тогда на этом месте, и не только на этом месте, в твоем доме, в твоей личной жизни, есть Христос. Он идет с тобой, Он идет к тебе, в храм Духа Святого, где, рядом или в тебе. Что хочет сегодня Бог? Сегодня Бог хочет одного. Отдай, отдай то, что ты давно не отдаешь. Кому-то надо отдать Христу свой грех, кому-то надо еще отдать полностью сердце свое, кому-то еще надо посвятить жизнь полностью свою. Я говорю реальные вещи. Не всякие говорящие, а исполняющие. Много званых, помалоизванных, и мое желание великое, чтобы мы имели жизнь вечную. Я знаю, сегодня немножко перетопили здесь, да, я смотрю, это жара, она у всех так давит. Это давит, это давит. Но я вам хочу сказать одно. Сохрани нас, Господи, чтобы нас не давило что-то другое, огонь другой. Давайте мы проснемся. Давайте наш дух и душа, она будет диковать, она будет в присутствии Духа Святого. Для чего? Потому что Господь на этом месте. То, что сегодня Господь говорит тебе и ко мне, было сказано в Слове. Я хочу дальше продолжить. Говорит Слово Божие так. Первое послание. Извините, Иван, 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 Иван. Иван, 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 Иван Его не познал, пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Послушайте внимательно. А те, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хватения плоти, не от хватения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотным, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного, тот Сам, который не от крови, но от Бога хватения, не от мужа, но от Бога родились. Дорогая душа, брат и сестра, я хочу вас призывать к одному, мы часто призываем, оно не часто действует, но я хочу вас подкрепить. Может, тебе осталось чуть-чуть? Может, тебе осталось много в этой жизни жить? Ободрись и подкрепись, чтобы не было твой путь на красном. Сколько ты молитв посвятил? Сколько ты молилась и молился? Сколько ты сделал или сделала добрых дел для Господа? Чтобы оно не было на красном, только через одно. Сегодня Господь, Он на этом месте. Он всегда знает. Часто мы говорим, что враг атакует и говорит, а тебе Бог расстал, тебя Бог не любит. Бог говорит, что трости надлом не доломал. И льня курящая, он не облазил. Мы часто не принимаем то, что от Господа. Мы часто думаем, что Господь, Он такой, что Он оставляет нас на полном пути. Никогда Бог не оставил. Никогда. Если бы Бог оставил тебя и меня, дошел ли ты или я до этого места? Открыты были бы твои уши сегодня? Я не знаю, сердце открыто ли сегодня? Но уши твои были бы открыты? Нет. А может, чьи-то уши закрыты? Я не знаю, Господи, открой. Помоги, потому что слово пришло, свет пришел в эту жизнь. Это свет пришел в твою и мою жизнь. Что нам делать? Как дальше жить? Как дальше придет эта жизнь на этом году? Дальше твоя жизнь как на год течение совершил и веру сохранил. Сохраните, братья и сестры, веру. И я вас приглашаю к Иисусу Христову. Я не знаю, сколько времени тебе будет дано. Я не знаю, сколько ты делаешь для Господа. Но я вас приглашаю завтра на Богу служить. Вот так, как и есть. Давайте мы будем спасать души свои. Мы часто обманываемся и думаем, что я сегодня пришел, и я сегодня сделал отметку, я уйду. Скажите, пожалуйста, а когда Бог делает отметки? Мы часто спрашивали Бога. когда Бог записывает, пусть Бог благословит и укрепит. Сегодня милость благословенная. Я хочу сегодня вас призвать к молитву. Парк сказал такие слова, что Он есть Тот, Который под всякого слова дела меня сухонит. Я не знаю, ты свободный сегодня, ты свободна полностью, но на этом месте есть Тот, Который хочет подать свою руку помощь. Он хочет полностью нас, чтобы мы были преданы Ему. Нечастично. Мы так обманываем сами себя, мы говорим, что я христианин, я христианка. Значит, если я есть таковы, значит, я полностью исполняю то, что я обещал Господу. А мы все обещали Господу служить Ему чистой совестью и до смерти. Правда? Нет. Это Твои устно сказали. Теперь давайте мы посмотрим, а как это я исполняю. Давайте мы не будем обманывать колодкой сами себя. Я хотел сегодня, чтобы мы совершили такую молитву. Господи, помоги меня, избав меня, от всякого слова дела. Помоги меня пребывать в Тебе, иметь жизнь правильную, чистую и святую. Помоги, Господи, что в моем доме горел жертв в них Твой. Помоги, чтобы из моих уст, из моего сердца исходили чистые слова, и жизнь моя была бы чиста. от патриот, от патриот, помнишь, что написано? Чистые сердца Господа узрят. Пусть каждому будет у нас чистое сердце, чтобы каждый то течение, ту жизнь, которую дал тебе Господь, чтобы мы сохранили и вера в нас не ускудела, но наоборот, до того, для чего Господь призвал тебя в Своем Церкви, чтобы мы могли исполнить его волю. Пусть Бог благословит. Давайте мы совершим такую молитву и попросим Господа Господи, Ты есть великий, Ты есть могучий. Я знаю, что из некоторых есть болезнь, я знаю, что у некоторых есть проблемы и телесные, и духовные, или нет? Есть. И дома есть проблемы, правда? Есть. И смотрите, Павел говорит, а я знаю, что Господь всякого слова делал, Он не избавил. Давайте мы отдадим это Сухристое и попросим Его, чтобы Он нас утвердил, укрепил, благословил, и чтобы ты, Он прекрасный той цветочек, прекрасный той фемья, как для Господа, так и для Ближнего, для дома Твоего. Пусть Бог благословит. Я вас приглашаю, давайте мы совершим такую молитву. Дорогие Господи, Господи, в Ближнего, Господа, Твоя святая, мы благодарим Тебя, мой Бог, за то, что Ты дал нам это время и это благословение, мы благодарим Тебя, Господи, потому, что у Тебя благон жизни Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты отдал нам, Господи, эту милость для этого благословения. Мы благодарим Тебя, Господи, славим Тебя, Господи, и просим Тебя, Господи, милости Твоей, Господи. Ибо милость Твоя, родные, нас истанно суда. Дорогой Господь, я прошу Тебя, Господи, утверди каждого из нас. И дай нам силы, Господи, от Тебя. Господи, я прошу Тебя, Господи, подними, Господи, тех, которые сегодня вражды так были. И те силы подняться, Господи. Ты есть живой, Ты есть истинный, Ты есть сильный. Я прошу Тебя, Господи, помоги, Господи, утверди, крепи, Господи, чтобы имя Твое, оно было, Господи, на наших устах, в наших сердцах, чтобы на души до славы Твоей. О мой Бог, о мой Господь, милость Твоя велика сегодня, милость Твоя для народа Божия, но Ты сегодня собираешь, Господь, детей Своих в единство, Господи. Я прошу Тебя, Господи, утверди, Господи, истинный Твоей. Уложи слово Твое, Господи, в каждое сердце, и чтобы никогда душа не погибла на Твоем драме, но чтобы каждый мир сушить. И в жизни, Господь, о том, что ты ешь. Я молюсь тебе, Господи, утверди, Господь, дай силы своей, Господи. Ты дал, Господи, власть, ты дал и мудрость, и только примут из них. Помоги нам, Господь, открывай, Господи, себя. Я молюсь тебе, Господи, истинный Твоей, истинный Твоей. И говорю вам, дети, мои, кровина, я сею в сердце Вашего. Слово свое, парамоно, глаудэс, кровина, и кто принял слово мое, кровина, а вот че, он принесет зла, кровина, а вот че, добрый, парамоно, лаудэс, кровина, который я буду собирать в жительницу свою,fernу, лаудэс. Но кто не открыл сердце своего, кровина, он лов去ет, ну, кровина, парамоно, лаудэс. Поэтому, дети, говорю парад на лавы, я каждого возлюбил кравим, на кто на этом месте, парад на лавы и имею в каждой душе благоволение свое парад на лавы и и вот, говорю, дети мои, перед трудное время кравим для народа моего ребятогла, поэтому есть время милости кравим для каждого из вас запасайся словом моим кравим, открывай сердце свое шире парад на лавы и приготовляй почву сердце своего, Рабида Глаудес, удобряю ее, Хромино, пусть селится слово мою, Рабида Глаудес, Хромино, дабы в трудные времена, Хромино, а вот же дети мои, вы пропитались, Хромино, от истины моей, Хромино, кушали хлеб духовный, Рабида Глаудес, и пили воду живую, Рабида Глаудес, Хромино, и ныне говорю Харамну, Глаудес, боссуйте, Хромино, Рабида Глаудес, храните свою старому, Глаудес, храните сердца ваши дети, Рабида Глаудес, Кроме того, я великую милость имею, Кроме того, и защита моя над народом моим, дорогая, Кроме того, что еще продлевается милость, Кроме того, над народом моим. Аминь, Романо, благословительность, Кроме того, и ныне, Кроме того, Сын мой, говорю тебе, Робедук, Лаудес, Кроме того, говори народу моему, Робедук Лаудес, слово истины моей, Робедук, Лаудес, Кроме того, и не бойся, сын мой, что сделает тебе человек, или что скажет, Робедук, Лаудес, ибо я Господь, Робедук, Лаудес, Кроме того, ибо ругаем не бываю, Роб град вsecondary extraordinária И кто касается тебя, сын мой, Робедук, Лаудес, он будет касаться зеницы опа моего парамонограда поэтому укрепись в тайной комнате я наполню тебя силой и своей и ступай твердо путем моим и не бойся говори то слово которое я буду наполнять уста твои аминь аминь и и ныне говорю тебе сын мой парамонограда почему такое неверие в сердце твоем почему сомневаюсь о боге великого парамонограда ибо ныне говорю ты дорог в очах моих но сердце твое парамонограда оно подчас бывает твердым парамонограда но если будешь приближаться ко мне парамонограда я сокрушу гордыню сердца твоего кромином и наполню сердце твою любовью аминь 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 Возврати, Господь, тех, которые заблудили, тех, которые руки распустили. Господи, я молю Тебя, Господь, дай силы сегодня, дай благодати еще, Господь, ибо милость Твоя еще, Господи, помоги нам, Господь. Иисус, прошу Тебя, Господи, Иисус Христос. Благодаря Тебе за все Твои благословения и милости, и помоги, Господь, каждому дойти, дойти, Господь. И я прошу Тебя, Господи, за наших детей, благослови детей, от малого до старшего, благослови наших жен, благослови, Господи, старшие поколения, благослови, Господи, которые придут во имя Твою святую, благослови, мой Господь, на спасение жизни вечной, Господь, молю тебя, Господи, и дай силы влюбиться, грех под Духом Твоим, по внутренним человеку нашу, Господь, Иисус. 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 И не грешите, дети мои, кромино, ибо великую милость имею вам, кромино, и хочу спасения домам вашим, Романулаудус, поэтому говорю вам, Романулаудус, омочи, и возьмите, кромино, кромино, омочи, к сердцу своему, слово сказанное из уст, Романулаудус, кромино, поэтому говорю, бодствуйте, бодствуйте, Романулаудус, ибо близко время пришествия моего. Аминь, аминь.